Здравствуйте! Меня слышно? Спасибо вам за приглашение сюда приехать. Очень красивый город, очень большой. Здесь такая прям жизненная энергия. И всегда интересно смотреть, как в разных городах мира ставятся спектакли. Я преподавал одно время в школе-студии МХАТ. Как раз выпускница, которая тоже немножко у меня получилась где-то даже в зале. И она, собственно говоря, художник-постановщик этого спектакля, который будет... Может, мне тот микрофон дают? Ключен, нет, он ключен, но чуть-чуть он меньше работает. Вот этот лучше, да? Лучше? Да. Вот. Хочу сказать, что я работал в школе-студии МХАТ. И выпускница, которая немножко у меня получилась, художник-постановщик этого спектакля, который будет здесь у вас происходить. Я сегодня был на репетиции, а Лера где-то здесь в зале спряталась. Вот те из вас, кто пойдет... Вот ее вижу. Те из вас, кто пойдет смотреть этот спектакль, видят как раз ее... Все сценографические решения. Я сегодня был с утра на репетиции, это всегда очень такая... Ну, я как ребенок в театре, мне прям все нравится, начиная с вешалки, как говорится, да? Такая тайна какая-то. И вот слово «тайна» давайте у нас сегодня прозвучит, потому что мы будем говорить об одной из самых таинственных с вами повестей Пушкина. Я сразу хочу сказать, что я не пушкинист и не ученый, я школьный учитель. Я работаю в школе, преподаю детям, и сейчас, например, у меня шестой класс. Поэтому я примерно буду с вами как с шестым классом. И если вы пришли... Ну, то есть, почему я про это говорю? Потому что я сразу с себя снимаю все обвинения ученых, которые будут искать в моих рассказах... Что будут искать? Ошибки, конечно, будут ошибки, да? Какие-то незнания, полно. Поэтому я всех вас подозреваю как раз в том, что вы специалисты по пиковой даме. И так вы на меня сейчас смотрите немножечко. Вот, и я вам пришел сдавать экзамен. Но позиция школьного учителя, она чем хороша? Это может быть не просто лекция, а живой разговор. И я вас буду спрашивать. Ну, не в смысле там отметки ставить какие-то, чтобы прочли, не прочли. Хотя, наверное, кто-то из вас перечитал эту повесть. Давайте сразу начнем. Поднимите руки. А кто кому удалось перечитать относительно недавно? Вот, отлично. Вы мне будете точно помогать, потому что, поскольку я приехал без багажа, я даже не взял с собой Томит Пушкина, довольно увесистый, где у меня много всяких разных отметок, которые я делал в тексте. И буду я что-то по памяти делать, а что-то подглядывать в телефон, но вы мне будете помогать. Уже будет это хорошо. Дальше. Что дает позиция школьного учителя? Смотрите. Мы много раз с детьми читаем одни и те же тексты. И мы в них видим с помощью детей столько разного, что бывает, что не видят и ученые. Бывает, что когда мы приходим на спектакль по какому-нибудь произведению, которое мы много раз читали, мы видим, как режиссер не увидел вот тех штук, которые знаем мы уже. Мы вообще неблагодарная публика, потому что много раз ходили по каким-то текстам. И по пиковой даме пришлось походить тоже с помощью детей. А дети, они такие создания, что они увидят там даже того, то, чего автор не вкладывал. Как вы понимаете. То есть, если бы нас послушал Пушкин, наверное, он слегка бы... Ну, давайте проверим сегодня в конце вечера, какие у нас будут ощущения, если бы Пушкин слушал то, что мы сегодня будем говорить. Что с нами будет? А пиковая дама – очень выгодная повесть для школы. Почему? Потому что она вызывает споры. Она вызывает споры, и в ней много загадок. А чего нам надо? Нам только этого и надо, потому что как детей начать чтение затянуть? Только через загадки. Вот уезжая к вам, я уже был... У меня каникулы начинают. Я учитель... Сегодня, кстати, или сегодня, или завтра, или день учителя, и мы сейчас обмениваемся разными такими мемчиками про учителей, очень смешные. Стоит учитель у доски, а в него летят там ножики какие-то, топоры, еще что-то. Он пишет на доске «Здравствуй, школа!» и написано «С Новый год!» Новый год. Значит, вот примерно такие у нас, как дни учителя, уже ощущения от жизни. И, значит, вот уже доползая до, фактически, конца этого триместра и готовясь к поездке к вам, я не подготовился к уроку. Так бывает, но дети должны этого не знать, и они должны думать, что все готово. И я почему-то своим шестиклассникам, мы начали, говорили о Лермонтове, я им что-то начал рассказывать о том, как Лермонтов, вот он предчувствовал свою смерть, вот смотрите, вот эти стихи он написал, а через пару месяцев его не стало. И вообще, как он был провидцем. И неожиданно вдруг я обнаружил себя, что мы шестиклассниками ставим буквально театрально, разыгрываем дуэль между Печорином и Грушницким. Значит, Печорин и Грушницкий – это герой нашего времени, это программа девятого класса. Я не понимаю, как так вышло. Но весь урок, мы стрелялись, мы, значит, там влюблялись, мы там ездили, они даже в туалет не пошли ни разу за этот раз. И мальчик приходит ко мне после выходных и говорит, а я прочел весь роман. А на выходных я прочел. А что есть еще такое почитать? И начал про этого Печорина. Я думаю, господи, мужемой, сейчас мне будут звонить родители, что я делаю с детьми. А что я делаю с детьми? Мы с ними просто говорим вот о загадках, о каких-то интригующих штуках. Для чего? Чтобы они читали. И вот с Пиковой дамой нам очень выгодно, потому что загадки начинаются с самого названия. Вот смотрите. В самом названии Пиковой дамы есть загадка. Какая? Почему она Пиковая? Потому что есть такая масть, да? Дама Пик. Но вы правы, что даже в самом слове Пика... Слушайте, я, наверное, сяду. Ладно? А иногда буду вставать. Вам ничего, что я буду сидеть? Хорошо. Ладно. Как я говорю детям, мои семьдесят восемь лет... Семьдесят семь, я говорил, в прошлом году, в этом, говорю, семьдесят восемь. Довольно трудно стоять. К пятому классу примерно все, что после тридцати пяти, уже одинаково. Смотрите, да, слово Пика – это же оружие, да? Пиковое, потому что она с пикой. Это дама, которая угрожает. Это дама, и мы словом Пиковой называем с вами что-то, где, ну, прям сплелось какое-то важное, да? Пик, час-пик. Это час, где все бегут и все сталкиваются, да? Какая пиковая ситуация, когда все вот так вот, идет борьба. Там есть эта угроза. Да. Еще какие есть идеи? Тально они нагрожевали. Да, вот так и написано там. Пик, и все. А, подождите, эпиграфа чуть ниже названия. Я сейчас вам предлагаю посмотреть на первую строчку. Пиковая дама. Хорошо, давайте тогда такую штуку скажу. Значит, не я придумал. Я услышал это, правда, у какого-то пушкиниста, но теория завиральная, но очень нам в школе годная. Значит, есть такие названия произведения у Пушкина, где сначала идет прилагательное, а потом идет существительное. Вот как пиковая дама. Давайте, что еще вспоминаем? Танская дочка. Отлично. Станционный смотритель. Медный всадник. Супер. Скупой рыцарь. Каменный гость. Голотой петушок. Смотрите, сколько, да? И вот теория заключается в следующем, что если существительное обозначает какого-нибудь персонажа из нашего мира, обычного, то это слово пишется с маленькой буквы. Например, капитанская дочка. Там же просто дочка, просто капитана, да? Капитанская с большой, а дочка с маленькой. А вот если этот персонаж какой-то инфернальный, такой потусторонний немножко, да, то его Пушкин пишет с большой буквы. И действительно мы смотрим с вами на рукопись медного всадника и видим пушкинской рукой выведенные на первой странице медный с большой и всадник с большой. Вот интересно. Давайте вернемся к нашему списку с этой логикой. Станционный смотритель. Как будет? С маленькой буквы, да? А золотой петушок? А он уже какой-то, понимаешь, такой, да? Непонятный уже. Так, каменный гость. Уже хочется с большой. Ну что ж такое? Пришел, статую же ожила, да? А чего там у нас еще было? А вот скупой рыцарь? Нет уже, да? Вот вам, вы чувствуете, к чему я веду? Вот вы перечитывали. А пиковая дама как пишет? Большой, большая. А у нас только открыт, что он уже один пишет. Там пушки у нас не знаю. А почему с большей? Стосторонняя. Что она? Стосторонняя, не настоящая карта. Значит, какая-то там потусторонность есть, да? В какой момент там будет прям потусторонность, потусторонность? В момент, когда она попадает в пушку руках. Когда она? Когда она? Когда она к нему приходит, да? Хотя до сих пор спорят пушкинисты. И так в Пушкину устроено, что у нас нет доказательств, что она приходила. Это не видение Германа, которое, прямо сказано, накануне очень много пил. И у Пушкина есть такие сны в произведениях, которые потом выглядят суперреально, а потом оказываются сном. Тут же Горбовщик, если вспомнить. Короче говоря, эта повесть имеет традицию своего полностью реалистического истолкования. Хорошо. Тем не менее, что-то такое там есть. То она подмигивает, то она, значит, приходит. Вот. И, собственно говоря, смотрите. Само слово «дама», оно двоится у Пушкина, потому что дамой называют кого? Ну, просто женщину. И там есть дама, та самая старуха, да? И тогда она в своем реальном воплощении вполне может писаться с маленькой буквы. Но там есть вот эта стоящая за ней какая-то странная инфернальная карта, пиковая дама, да? Как будто бы грозное какое-то такое пришествие чего-то из-за вот этой самой границы. Тогда пиковую даму писать с большой буквы. Но тут еще все интереснее, потому что, исследуя пушкинские заглавия, крупные, очень крупные лингвисты, литературовед XX века, Роман Якобсон, заметил, написал про эту очень интересную статью. Если будете дальше что-то где-то копать, я вам очень советую. Она называется, значит, «Мотив статуи в пушкинском творчестве». Как-то так. Роман Якобсон. Значит, он заметил, что у него есть такие произведения, как, вот, знаете, такой лейтмотив идет почему-то. Оживающие статуи. Ну, вот, тот же каменный гость, да? Тот же медный всадник. И тот же золотой петушок. Это отчасти статуи. И он заметил, что все три названия устроены как бы идентично. Смотрите, на первом месте что? Мы сказали прилагательное, но что оно обозначает? — Материал. — Медный, каменный, золотой. Это материал, правда? А дальше идет обозначение какого-то живого. И вот здесь возникает на границе то, что ученые называют словом «аксюмором». Противопоставление, вернее, совмещение такого небывалого, как белая ворона или живой труп, да? Гость не может быть каменным, кажется, да, всадник медным и, значит, петушок золотым. Вот граница происходит, проходит между двумя словами. А в пиковой даме граница проходит не между двумя словами, а внутри слова. У нас само слово «дама» двоится с маленькой буквы, и тогда это в перспективу уходит человека. И большая буква в перспективу вот этой инфернальной штуки. И мы не знаем, как писать. А редакторы не знают, как печатать. Есть книжки, где с большой буквой, есть книжки, где с маленькой буквой, а есть, где они не знают, что делать, печатают все с большой буквы. Чтобы не заметить. Так, это загадка номер один. Вообще, в этой повести... Вот, я же сказал, я не пушкинист. Я не знаю. И не знаю, с каким... Насколько это существует, как бы, эта штука. Более того, еще раз говорю, мне же нужно для чего? Для того, чтобы у нас в школе возникла движуха. И если я увижу, что у Пушкина с маленькой движухи не будет, то есть, если бы вел ученый, он бы сказал, все это фигня, ничего нету, давайте. И дети такие, ну, раз фигня, то нам стало еще интереснее читать. Ничего подобного. Им интереснее читать, когда как раз фигня, полное. У меня был один мальчик, он и сейчас есть, но он же студент, и я сегодня, надеюсь, буду о нем уже рассказывать. Он на этой, значит, пиковой даме, он, слушайте, он совершенно повернулся, он меня ждал каждый день в школе, делал буквально, как Герман, шаг от стены, такой с книжкой, буквально за эквенементом, говорит, а еще я заметил, вот что там есть. И я вам сегодня буду называть, что он там заметил. Кровь стынет просто в жилах. Но началось это ровно с того, что мы начинаем искать вот эти загадки у Пушкина у самого. Теперь смотрите дальше. Значит, с этой самой пиковой дамой. Значит, в этой повести, ну, давайте сразу скажем, вы пойдете смотреть оперу, опера это не повесть, сюжет там другой, герои там другие, вообще там вся другая мотивировка и другие смыслы. И, собственно, моя сегодняшняя лекция, она вам понять то, что там на сцене, не поможет. А может быть, сделает все еще хуже, потому что вы будете, ну, вы поймете, мне очень нравится либретист этой самой вещи, который, брат Чайковского, который, значит, Чайковского долго же ламывали писать эту оперу, он никак не хотел. И Чайковский, брат, говорил, ну да, в общем, повесть Пушкина так себе какая-то пустая штучка, надо что-то из нее сделать стоящее. И вот они туда напихали, значит, страстей, Герман влюбился, любит Лизу, и Лиза любит Германа, и Лиза, значит, там и этот застрелится, и та утопится. И вот они поработали. И, наконец, из Пушкинской ни о чем повести они сделали что-то, что и самого Чайковского, наконец, заставило писать. Ну, хорошо, пусть будет так, но на самом деле у меня ощущение, что Пушкинская повесть просто не далась брату композитора. И вернемся к ней просто с замечанием, что не очень помогу я вам ее смотреть, а может помешаю. Почему? Значит, в самой опере выведена наружу тема, которая связана с числом. когда эту повесть пытаются раскрыть и говорить ее в загадках, то наружу выходят разные числа. Какие? Тройка и семерка. Три карты, три карты, три карты, будет там Герман постоянно петь. И вот эта тройка и семерка, вот эти числовые ключи, они исследователями вдоль и поперек все просто там, там все посчитано, кто, сколько там, значит, чего, три раза, кто, сколько, чего, семь раз, каким образом там все это, значит, живет. И мы с вами тоже немножко этого коснемся. Но интересная штука состоит в том, что вот эти числа, которые выведены Пушкиным в тексты, про которые они говорят постоянно, да, например, есть такая поражающая детей штука, что Герман вполне возможно эти три карты уже знал до того, как он встретился со старухой. Если мы с вами останемся в реалистической трактовке повести, то ему никакая старуха не нужна была для того, чтобы тройку и семерку и даже туза предсказать. Почему? Потому что еще до всякой встречи с ней он постоянно говорит о чем? Он говорит о том, что я должен утроить, усимирить свой капитал. Слышите? Утроить, усимирить свой капитал. У него эти цифры уже живут в голове. А откуда? Почему 3,7-то? Почему не учетверить, не упетерить? Оказывается, сама игра была устроена так, что когда играющие загибали на картах уголки, то их куш повышался, сейчас опять не спрашивайте точных математических расчетов, это я опираюсь на статьи тех литературведов, которые погрузились в эту проблематику, что куш так рос. То есть утроение и усимирение происходило суммы, которую вы ставили. Это просто в логике самой игры. Но эти три карты, они живут внутри Германа. Почему три, спросите вы? Он же сказал утроит, усимирит. А там чего? Тройка, семерка, туз. Где третья? Да, совершенно правильно. Смотрите. Вот я пишу, вам видно что-нибудь? Не видно, но я пишу слово утроит. Да, отлично. А дальше пишу слово усимирит, оно не влезет. У-се-ми. А, вот так мы можем сделать. Рит. И когда я детям рисую вот эту штучку, они говорят «Господи, он же носит все в этой фразе». то есть все эти три карты и старуха сама могла ему присниться и он уже просто знает. Да? Но ведь смотрите, какая интересная штука. Тройка и семерка, тройка и семерка. Он будет сидеть в этом сумасшедшем доме и повторять тройка и семерка, тройка и семерка. Я запишу эти две цифры. Это возраст Пушкина, когда он погиб и это номер года, когда его не стало. Ясен Пень, что он пишет это дело в 1934 году и о 1937 не знает. Но почему-то эти цифры туда пробираются. Пушкин же был очень суеверным человеком. Помните, что его спас зайчик от того, чтобы он поучаствовал в декабрьском восстании, который дорожку перебежал. Цифрам он очень большое внимание уделял. И вот эти 33,7, 3,7 они страшно интригуют. И дети начинают, и Лермонтов в 14-м родился в 41-м погиб. Две цифры переставляются. Что происходит? Через 100 лет начнется Первая мировая война, а здесь через 100 лет начнется Вторая мировая война. Ого, говорят они, вот это да. Значит, вот это 3,7 выведено наружу, взято оперой, все про это помнят, но кажется, что загадки повести объясняются не этими снаружи лежащими цифрами, а совершенно другой цифрой, которая в руках исследователей, настоящих интересных следователей этой повести оказалась, как сказать, очень продуктивной для ее понимания. И я сразу эту цифру назову, с детьми мы приходим к тому, что мы ее вынимаем из текста, это цифра 2. Интересно, а почему 2? и замечали ли вы при чтении, когда что-то двоится? Вот смотрите, мы с вами сейчас только что раздвоили слово дама на человека и карту. Да? Мы увидели, что есть возможность двойной буквы, большой или маленькой. Хорошо. Есть еще какие-то вещи, когда что-то раздваивалось. Помните или нет? Даже не страшно если вы помните, и вам кажется, да нет, это не то. Называйте, если нет, пойдем дальше. Женщина и карта. Ну, окей, не очевидно, да? Это тоже наш результат. Тройку я вам сказал, вы бы назвали, семерку назвали, а вот двойку не назвали. Хорошо, давайте прямо пойдем. Давайте я скажу, откуда пришла эта идея двойки. Она пришла из самой структуры карточной игры. Дело в том, что карты в жизни человека той эпохи они выполняли чрезвычайно важную роль, которую нам очень трудно понять. И мы страшно благодарны Юрию Михайловичу Лотману, он такой литератур-вет был, крупный в 20 веке, занимался 19, который исследовал и несколько работ написал о том, какие значения имела карточная игра вообще в жизни человека 19 века и конкретно у Пушкина в пиковой даме. Значит, он назвал карты такой прям моделирующей жизнь системой. Вот, например, когда человек в эпоху барокко смотрел на мир, он сравнивал мир с книгой. Он видел мир как большую книгу. Мы, когда смотрим на мир, мы скорее метафору, какую будем из нашей современной информационной жизни. Тогда люди книги читали, что-то связанное с компьютером, с сетями, да, вот когда нашу эпоху будут исследовать, найдут очень много метафор, которые связаны с сетевым. Сеть интернета, в которой мы сейчас живем и на нас надвигается новая эпоха уже искусственного интеллекта, который в этих сетях, собственно, и обретается и становится мощнее, чем человек, и мы не знаем, как мы будем с этой новой сущностью обходиться, потому что у нас возникнет своя эпиковая дама на этом изломе. Но в 19 веке этой моделирующей системой были карты. Люди смотрели сквозь карты на мир, интерпретировали сквозь карты мир, и вот прекрасная здесь есть цитата из Лермонтова из Тамбовской казначейства. Вообще довольно много произведений в 19 веке, вы помните, связано с картами, да? Какие еще можете вспомнить? Люди прямо играют, и это какая-то их жизнь, цива. У Гоголя есть игроки, есть Тамбовская казначейша, есть у того же Лермонтова сюжет героя нашего времени, как раз в самой загадочной повести «Фаталист», где играет Вуллич, и где дальше эта игра переходит в игру на пистолетах, в русскую рулетку такую. Вот смотрите, что не толкует Вольтер или Декарт, Вольтер и Декарт это философы. Мир для меня колода карт. Значит, философы объясняли мир рационально, а для меня мир устроен по-другому, иррационально. Это колода карт. Жизнь банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю. Смотрите, здесь какие-то слова. Мечет, рок, жизнь, банк. Я играю. Вот это требует некоторого комментария, потому что здесь важно вот что различить. Карты в жизни людей 19 века четко делились на две штуки. Опять двоение. Я сегодня буду показывать вот так вот несколько раз раздваивание, ведя к своей двойке. Значит, были карты для гадания и были карты для игры. Они никогда не смешивались. И карты, которые участвовали там и там, это разные карты в том смысле, что они предлагали человеку разную систему взаимоотношения с действительностью. Те карты, которыми гадали, каждой карте было приписано некоторое значение, которое связывало ее с чем-то вовне. Да? Ну, вы берете и видите, что я не очень умею гадать на картах. Я примерно понимаю, что если черненькая выпала, то это хуже, чем красненькая. Может, я ошибаюсь? Ну, в общем, предположим, там, не знаю, девятка, пик, ну, какая-нибудь болезнь, да? Мы связали болезнь вот с этой вот картиночкой. Карты, в которые люди играли, никак не выходили вовне, но зато у них возникала внутренняя иерархия. Какая-то карта стоит дороже, чем другая, может быть, какой-то козырь, да? Вы сами играли же, вот если я спрошу, кто из вас играл в карты, людей будет явно больше, чем те, кто перечитал пиковую даму к нашей встрече. Значит, вы представляете, о чем идет речь? И давайте я вас теперь спрошу, а вот у нас возникло два направления. Мы берем слово карта, да? И у нас есть два направления. Карта может быть гаданием, и карта может быть той игрой, где есть определенные там правила, соотношения внутри этих колод. А пиковая дама, сама повесть, она про какие карты? Про игры. А вот давайте мы прямо начало откроем и прочитаем первый эпиграф. Сколько там эпиграфов? Ну так, подождите, там сколько глав, сколько эпиграфов, а еще есть эпиграф целиком к этой самой повести. И получается, что приступая к первой главе, мы как будто бы должны прочитать сколько эпиграфов? Два, общий и к этой самой главе. Давайте, какой первый общий эпиграф? Нет, это уже эпиграф к первой главе, да. ну вы же заходите, давайте, вы все-таки решиться не можете. Они как послушают, что мы говорим, это вроде и хочется. Значит, пиковая дама обозначает тайную недоброжелательность. Это про гадание или про игру? Про гадание. А следующие обненастные дни собирались они часто, гнули бог их, прости, от пятидесяти насто и записывали мелом. Что они делают? Смотрите, в самой точке входа что делает Пушкин? Название все двоится. Два эпиграфа говорят, здесь будет про карты гадальные и про карты игральные. Мы все время оказываемся в точке, где нам нужно идти по двум каким-то линиям, да. И вот эту особенность очень здорово почувствовал Достоевский. Он в письме одной писательнице, которая ему прислала свою повесть почитать. Писатели и писательницы такие полупрофессиональные и непрофессиональные, они любят посылать каким-нибудь профессиональным писателям свои рукописи, чтобы те прочли и сказали, как. Значит, Достоевский ей написал письмо в ответ и сказал, что спасибо большое, все было очень интересно в вашей повести. Только так не бывает в жизни, а у нее в повести действовал человек без сердца, не в смысле бессердечный, а прямо у нее сердца не было. Ну, просто вот такой был человек, а сердца у нее не было. Он говорит, понимаете, это не фантастика, это не по-настоящему. Фантастика надо вот как в пиковой даме, когда мы все время находимся в точке, в которой мы не можем решить, было или не было. Смотрите, что он почувствовал? Вот эту точку перед раздваивающимся. Так или так? И нету ни на что опереться, чтобы сказать, было так или было не так. Вот как надо писать, говорит он ей. А что там без сердца? Сразу ясно, сердца нет. Очень тонко автор двойника почувствовал эту двойную природу пиковой дамы. И вот мы оказываемся в этом двойственном туннеле. И почему эта двойственность здесь нас пленила? Да потому что, если мы пойдем с вами по туннелю игр, во-первых, мы увидим, что игры тут же раздваиваются. Были игры коммерческие и были игры азартные. В чем их разница? В коммерческой игре человек играет с человеком. Есть противник, есть некий набор сначала полученных карт, но дальше важно, как ты с ними обходишься. И важны твои интеллектуальные способности, да, удача, да, но дальше ты смотришь, какие карты сбросил противник, какие есть у тебя, что там может быть в колоде, значит, у тебя есть какая-то стратегия. Хорошо. Как устроена азартная игра? Вот тут самое интересное, потому что в эту азартную игру играют в пиковой даме, фараон. Садится человек, берет колоду карт перед собой, кладет ее. Он называется банкомет, не путаем с банкоматом. Напротив него садится игрок или сколько-то игроков. И каждый из них загадывает одну карту, кладет ее рубашкой вверх и кладет на нее денежку. И он называется понтер. Он понтирует. Все эти слова просто в повести упоминаются, будем к ним как-то отсылаться. И вот этот банкомет начинает раскладывать карты налево от себя и направо. Налево и направо. И вот теперь, а понтер смотрит, если карта, которую он загадал, причем даже масть не важна, вот вы положили тройку и смотрите, куда ляжет тройка. Если тройка ложится слева от меня, вот моя левая рука, вы выиграли. А если справа от меня, вы проиграли. Если вы выиграли, я вам даю денежку, которая у вас лежит, а если вы выиграли, вы мне даете денежку, которая у вас лежит. Все. Скажите, что нужно, какие мыслительные способности от вас требуются в этой... Вообще просто. Ничего. Вы сидите и смотрите. Куда? Налево или направо? Смотрите, сколько сторон? Только две. Да? Я сегодня уже вот это вот вам буду, я уеду, наверное, сегодня в самолете, буду вот так вот делать. туда или туда? Так устроен фараон. Но самое интересное, что взрослые люди не просто предавались этой игре, они проигрывали состояние жизни, и вы даже не представляете, в 1802 году, сейчас я скажу, кажется, граф Разумовский, могу соврать, но вы все равно не проверите, проиграл свою жену, наоборот, князь Голицын, простите, проиграл свою жену графу Разумовскому. Я себе представляю, этот семейный вечер, когда он вернулся домой и сообщил ей, послушайте, последовал развод и новая свадьба, жена дома ждала мужа и с таким известием он явился. Карточный долг, считайте, это прямо долг чести. Значит, до свидания, подруга, ты пошла туда. Тамбовская козначейшая и выросла тоже вокруг такого случая, как вы помните. Значит, люди проигрывали все. Люди предавались этому, как будто бы какой-то мании. Но мы тоже же знаем, что такое аддикция, да, мы же сами играем, у нас что теперь компьютер, вы мне сказали, главное, да, в компьютерные игры же играют люди, что-то их туда затягивает, но там, понимаете, хоть какая-то стратегия, какая-то анимация, да, какие-то там левелы, чего-то, здесь просто сидишь, ночь напролет. В чем дело? Почему они этим занимались? Как кролик перед удавом. Вот это очень интересно, как кролик перед удавом или скорее в какой-то другой позиции. Вот это прямо, ваше замечание сейчас очень нам поможет. Запомним его, да, что людей туда приводило, в эту самую точку. И, значит, посмотрите, получается у нас такая штука, что я возвращусь к цитате, которую я прочел, узнаем ли мы приметы этой игры, да, жизнь банк, то есть банкомет, рок мечет, кто сидит в этой позиции? Рок, судьба. Смотрите, я, в отличие от коммерческой игры, не играю с человеком. Тот, кто сидит и карты раскладывает, он просто функция, он некоторое орудие судьбы. Я на самом деле выхожу на какой-то бой с силами, которые в коммерческих играх как будто бы не присутствуют. Почему? Потому что там так правила организованы, что мы на уровне человек-человек, а здесь я буквально выхожу на какую-то, знаете, границу, и с той стороны со мной играет кто-то, кого я не знаю, но кажется, он есть. Вот у Пушкина была всегда тяга к таким пограничным состояниям. У его героев, помните, в его «Пир во время чумы» Вальсингам, это председатель пира, поет гимн во имя чумы. И там он формулирует такую вещь. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Да? «Все, что выводит нас на грань, для того, чтобы мы заглянули за эту грань, дает нам какой-то необыкновенный, как сейчас говорят, драйв». Да? Люди стремятся к этим пограничным ситуациям, чтобы вот этот свой не только адреналин, но и какую-то причастность к какой-то тайне получить. И в этом смысле, конечно, азартные игры стали играми вирусными. я бы сказал. И вот именно логика устройства, более того, мы знаем про самого Пушкина, что сам Пушкин был страстным игроком. Он мог проиграть, он пишет там очередную главу Онегина, а проигрывает в карты предыдущую. Он мог приехать на бал за 100 верст для того, чтобы увидеться со своей возлюбленной, зайти в комнату, где играет в карты, и наутро очнуться с вопросом, а где я, зачем я приехал? Он в дом уже давно, он вообще не вспомнил, куда он ехал. Это была какая-то очень сильная страсть у него, и поэтому он пишет это со сознанием дела. Почитайте, до чего доходили, ну, там, правда, уже рулетка была, усовершенствованная штука, Достоевский со своей женой. Что он проигрывал? Там не только ботинки и чулки уже, они закладывали все, при этом уже маленькие дети есть, и он не может с собой справиться никак. Так вот, я возвращаюсь к чему. Исследователи предположили, что эта повесть строится по законам самого фараона. Вот эта двойственность возникает из-за того, что карта кладется налево и направо, и механика игры переходит в механику этой самой повести. Мы с вами зафиксировали уже какое-то количество этих самых двойчаток, да, и пойдем давайте дальше. Значит, у меня вопрос к вам будет такой. Значит, вот идет игра с судьбой. Простите, забыл вот эту красивую цитату про Пушкина. Значит, чтобы вы понимали силу этой самой аддикции. Он писал... Он писал следующую... Следующую штуку. Так, где это все? Значит, идея была такая. Смотрите, он сравнивает карточную игру с вещами, которые в нашей системе координат приписывают... Ну, такие чисто пушкинские, да? Не Феб. Феб это кто такой? Феб. Феб. Аполлон, бог Мус, да? Значит, искусство. Не дружба. Мы знаем, что Пушкин и дружба это прямо какой-то такой сплав, да? Дружеский лицей, дружеские мотивы у Пушкина. Не Феб, не дружба, не пиры, не любовь и свободы было в предыдущей, строчке. Свобода, искусство, дружба, пиры, как символ вот этого круга, не отвлекли бы в минувшие годы меня от карточной игры. Он ставит все, что мы вообще знаем про Пушкина, на одну чашу весов и говорит, что чаша весов с картами перевешивает. Вот. И вот с этим знанием мы теперь с вами к этой повести возвращаемся, обращаемся и продолжаем говорить о ее загадках, которые базируются, как предполагают исследователи, на двойке, а не на тройке. Значит, смотрите, у меня будет к вам некоторое количество вопросов и точек удивления, с которыми я предлагаю нам поработать, попробовать на них поразмышлять, поотвечать и дальше уже решить, что мы с этим будем делать. Значит, смотрите, Герман, давайте вспомним, как начинается вся эта история. Значит, Герман не... во-первых, двойственность сама есть Германа. Он кто? Давайте вспомним. Инженер. Он инженер. Сын обрусевшего немца. Слышите? Вот этот разлом. Немец-русский. А немец-русский это ведь в каком-то смысле оппозиция, даже в пословицах зафиксированная, что немцу... Нет, что там, что русскому хорошо, то немцу смерть. И вот эти герои полу-немцы и полу-русские, они в 19 веке, в литературе 19 века частотны. Вспомните, например, Штольца из Обломова, который тоже был полунемец. И вот тут интересная какая штука. Значит, смотрите, Герман не играет, но сидит и смотрит до самого утра. Почему? Почему не играет? Собственно, с этой загадки все и начинается. Вот Герман сидит и до пяти утра ночь проводит, но не играет. Ничего не стоит. Национальный делик нет. О, деньги-то у него есть, потому что, когда он принес... Он загадывает про себя и смотрит. О, угадал, вот у него. Смотрите, он инженер, и он может наблюдать за игрой, вы нашли классную мотивировку, что он каждый день до пяти утра там торчит. Он ищет законы вероятности, да? Математик такой. У Пушкина у самого были в библиотеке книжки про теорию вероятности, он хотел понять, как устроена карточная игра через них. Значит, мы можем предположить, что Герман сидит и смотрит за этой игрой для того, чтобы узнать ее законы, понять, как можно судьбу все-таки поймать и тогда сыграть, наверное. Хорошо. Теперь, когда кто-то из гостей говорит, вот же Герман не играет, Томский что отвечает? Ну, он расчетлив просто, вот и все, а вот моя бабушка гораздо интересней. И давай про бабушку. Германа в сторону пока отложили, но мы сейчас верну к нему и вернемся. Герман же сам объясняет, почему он не играет. Он говорит очень интересную фразу. Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Еще раз. Не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Смотрите, эта фраза составлена не из случайных слов. Она устроена так, что это как будто бы две параллельные строчки. Смотрите. Давайте посмотрим. В каждой строчке по три элемента. И каждый из этих элементов соответствует такому же элементу из нижней строчки. Вот здесь написано я, правильно? Не в состоянии в надежде. Слышите? Слова, существительность предлога не в состоянии в надежде. Жертвовать глагол, а здесь приобрести. В той же форме стоит глагол. А здесь что? Необходимым излишнее. Это два прилагательных перешедших существительные. Здесь одинаковые части речи, одинаковые формы, и эта фраза звучит как мантра. Это не просто случайные слова. И они приводятся в тексте два раза. Сначала он сказал, а потом сказано через некоторое время «сказывал Герман». Скажите, в чем разница глаголов «сказать» и «сказывать»? Сказать однократно, сказать многократно. Это так называемый многократный глагол. Мы их почти сейчас не используем, но понимаем. Быть и бывать. Бывал – это значит много раз. Хаживал я, нашивал, пивал, едал. Вот смотрите, он это много раз говорил, и все эти слова обкатались как камушек в руку, чтобы их можно было с собой спасительно носить, как молитва. Почему? Это его удерживает. Он же уже понимает, что он на каком-то краю, но у него есть за что ухватиться. У него вообще деньги-то есть? Есть. Сколько он принесет вот в тот вечер, когда он начнет играть? Он принесет 43 тысячи. Когда он поставит 43 тысячи на карту, или 47, сейчас я забуду. 43, да? Надо было 37, конечно. Пушкин, надо проверить у Чайковского, он же там усовершенствовал, не 30 ли 7. Значит, смотрите, когда он поставил это на карту, Чайковский, этот самый банкомет, сказал, сколько я не разберу, почему он так это сделал? Ну, там никто столько не ставит, он принес все свое состояние. В принципе-то, оно у него есть, но он не играет. Почему? Он ходит и как мантра повторяет, я не могу, я не могу жертвовать необходим, надеюсь, привезти. А и вот вам вопрос. А если бы у него были деньги, он играл бы или нет? У него же были, мы же были. А нет, у него прям много было бы. Нет. Сколько он, кстати, денег должен был приобрести в конце своего вот этого торжественного мероприятия, которое сорвалось? Или утром. Ну, смотрите, он поставил сначала 43. Или 7. у кого текст есть? У кого у нас нет текста? Ужас, даже у лектора нет текста. Первый раз он поставил 47. 7, значит. Смотрите, 47. Он выиграл? Выиграл. Ему Чеколинский дал свои 47. Он на следующий день принес 94. Эти 94 ему удвоили, потому что, да. у него стало? Значит, он принесет завтра, вернее, в третий раз он принес? 188 и должен был выиграть 376. Значит, вот и с этими деньгами он что? Давайте дальше. Вот он забирает эти деньги и что? ходит с ними и говорит, наконец-то я могу на работу не ходить. Раньше-то я был инженер и на работу я ходил. А работа в Петербурге начинала, знаете, во сколько? Присутствуют места открывали. В 6 утра. А когда он спит-то у нас, если он до 5 наблюдает? Трудно же Герману. А теперь будет жить ему весело, потому что денег у него вагон. Всего-то надо было 300 с чем-то тысяч, и я теперь работать не буду никогда, я богатый человек. Не похоже. Вообще нет, подождите. Вот я задаю вам простой человеческий вопрос. Если бы он говорит, давайте с ним поговорим. Вот вы увидите на сцене Герман, он там поет, что-то Лизи. Вот мы его ставим сюда и говорим, Герман, ты почему не играешь? Я не могу жирной надежды прорезти. На тебе. 300 тысяч. Будешь играть или нет? Давайте. Кто как считает? Просто давайте скажите. Я считаю так, потому что вы считаете Я считаю, что ему было бы неинтересно играть, если бы у него были такие деньги. Потому что Риск нету этого азарта игры с судьбой. В смысле нету, каждый раз, когда вы играете, вы в азарте. Если денег много, что-то потерять не так страшно. Кто может обосновать логику, что он не будет играть каким-то логическим аргументом? Он не будет играть, потому что для чего он хочет играть-то? А для чего он хочет играть-то? Он хочет доказать себе. Доказать, что он понимает, как выиграть судьбу. Я знаю, я выиграю. Я эту лекцию читаю второй раз в жизни. Первый раз я читал в Лондоне, а второй раз в Перми. Лондон отличается от Перми просто вы не представляете, на какой высоте находится Перми по сравнению с Лондоном. Вы все романтики здесь. Вы все люди, которые вообще не знают слова деньги. В Лондоне все сказали мне сразу, ну, конечно, он не играл, потому что люди играли для чего? Чтобы разбогатеть. А у него уже есть деньги. Все, не надо. Иди домой, спи спокойно, ешь, питайся, занимайся спортом. Не проводи ночи вот таким безумным образом. У вас у всех, если вы видели сейчас свои лица, они абсолютно лунатические, и вы мне всегда говорите, да, 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 конечно, бы играл, играл, потому что. И тут не играл, потому что, и это правда похоже на жизнь, играл бы, потому что. Давайте, почему? Так, подождите, вы сейчас начали куда-то падать ниже Лондона, сейчас не надо, давайте, деньги не надо, да? Много денег не бывает, это я согласен. Какой-нибудь другой мы тебе... Ага, а с чего, подождите, а с чего вы предположили, что у Германа есть азарт? Вы мне сказали, он немец, он расчетлив, это же нам, нет, это нам Томский сказал, он расчетлив, вообще неинтересно, давайте про бабушку. А вот про бабушку будет суперинтересно. И вдруг вы мне говорите, что у него азарт. С чего вы взяли, что у него азарт? Указано, ему надо узнать, сработает эта карта, которая... Подождите, он еще ничего не знает, никого анекдота, он пока ходит, как на работу, и играет, смотреть на этих людей. Они играют, слушайте, они, у них драйв. Может, хочется открыть тайну? Кого? Вероятности, чтобы... Это мы поняли. Значит, смотрите, вот еще один, еще одна вот такая штука. Вы мне сказали, он полрусский, как бы полунемец. Хорошо, тогда скажите, а что у него от немца? А что от русского? Давайте. Это чего? Немцы? От русского безудержность, от немца... Расчет. 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 У меня была и третья попытка этой лекции в Германии. Она вот на этом месте сорвалась. Вы понимаете, да, почему? Потому что это наш русский взгляд на немцев. Мы им приписываем. Он сам про себя говорит. Расчетливость, умеренность и трудолюбие. И трудолюбие, да. Он такой-то семерка. Да. А про то он не говорит. Вы знаете, кстати, Ромэн Ролан, у него, я удивилась когда-то, у него немцы страстные, а французы расчетливые. Вот, вы представляете? И я... Вы представляете? И вдруг выходит нам Ромэн Ролан и говорит. Вы с чего сейчас нам говорите? Вы говорите, это русские тут у нас, значит, понимаешь, это рисковые, там такие все огненные, а немцы такие... Мы приписали ему немецкую в виде инженерности, математичности, расчетливости. Немцы скучные, да? Но давайте вспомним, что именно из Германии к нам пришел романтизм. Все эти Шиллеры, все эти Гофманы, все эти буренатиски, все эти Вертеры, это все немецкий дух. Ленский научился сначала в Германии, а потом, значит, всех перещеголял этим романтизмом. Значит, смотрите, у нас двоится в Германии, мы не понимаем, что от русского, что от немца, но мы чувствуем, что в нем есть, и там прямую сказано, он имел огненное воображение. Слышите, вот это слово огненное, оно нам еще сегодня пригодится, если у нас уже не заканчивается, еще нет? Так, значит, огненное воображение. У вас на сколько смотрят? Мне еще надо в гостинице вещи забыть. Сейчас, подождите. Огненное воображение. Значит, он, он играл бы, потому что в момент игры люди испытывают то, ради чего они готовы платить деньги. Вот это ощущение поединка с судьбой. Вспомните, как его поединок с Чиколинским выглядит. Сначала он пришел, не там все что-то делают. Там, кстати, он проходит залы, где люди играют в коммерческие игры. Если бы он был инженером, немцем, ему бы пристало свое состояние увеличивать каким способом? Делетом. Вот этим. Там по чуть-чуть. Здесь можно сразу, да, вот так вот взлететь, упасть. Это тоже определенный парадигма, как сказать, романтической жизни. Главная фигура, которой люди были зачарованы в 19 веке, где-то Наполеон. Почему? Он был никем и взлетел, буквально стал всем. Потом его судьба опять на глазах у всего мира опрокинула, а потом он снова восстал на короткое время. И вот это вот у молодых людей того времени было ощущение, но если он один из нас, и судьба как бы ткнула перстом и сказала ты, почему не я? Помните, Балконский идет, на войну я хочу так же. То есть Наполеон был символом вот этого романтического взлета. И одновременно Наполеон был символом человека, который переступал, через других людей. Для них, помните Пушкин, как написал, мы все глядим в Наполеона, двоеточие. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Ну, понятно, мы цель, а они орудие. Вот он через них переступает и идет. Есть такой Наполеон, дважды упомянут Наполеон в этой повести? В связи с кем? Наполеон с киносом. Профиль Наполеона, да, Лиза увидела его, и же Томский ее предупредил. А это какой Наполеон? Это тот, который вот романтический про вот этот взлет или переступающий? А смотрите, опять, в чем фишка, как говорят дети этой повести? Мы не можем решить. Есть и то, и то. Есть два коридора, в которые мы глядим. Потому что он переступает через кого? Он переступает через Лизу. Он использует ее для того, чтобы проникнуть в дом. И при этом мы вот про это огненное воображение с вами. И вот тут, ребята, начинается самое то, о чем нельзя говорить с детьми. Но они, волочи, хотелось сказать, они как-то все равно это видят в тексте. Значит, смотрите. Они, например, такие вопросы задают. Вот этот мальчик, который от стены отделился, он, значит, в какой-то раз сказал на уроке, слава богу, под звонок. Слушайте, прямо я перекрестился. Он говорит, а вот Герман, когда пробрался, значит, к старухе, он зачем в щелку рассматривал все подробности ее отвратительного туалета? Он воерист? А ему кто-то из класса говорит, слушай, ну, вот если он и к игре так относится, как воерист, он же не участвует в ней. Он смотрит, он не может не смотреть, он не может оторваться. Но зачем он смотрит за этими таинствами туалетах в общем-то уже очень старой женщины, скажем, да? А дальше еще интересно, еще не пошли все на перемену, а я-то стал думать дальше и понял, что мне придется отвечать за это дело, потому что там ведь какая-то штука начинается. Что рассказывает Томский? Он рассказывает о своей бабушке, возвращаясь я сюда, и как только он рассказывает эту историю, следует три реакции. Вот тут, видите, я сразу три говорю. Но на самом деле это две плюс одна, которая, скажем так, вот эти две объединились в одну, у нас получилось два раза по две, а не три на самом-то деле. Потому что, что сказал первый человек, который услышал? Давайте сначала вспомним, что он рассказал о бабушке. Давайте, очень коротко, очень коротко, очень коротко. Она была красавицей, как ее звали? Называли прямо, богиней какой-то. Венера Московская, да, за ней весь там Париж, значит, волочился, и вот она проиграла, муж сказал, не дам денег, и тогда поступила предложение, и она написала записку Сен-Жермену, какому-то таинственному человеку, которого там говорили, что он и алхимик, и кто только не, и он к ней вдруг явился сразу же, да, и раскрыл ей тайну трех карт. Да? Она просила у него денег. Но он сказал, знаешь, что, давай-ка я тебе лучше по-другому сделаю, хорошо. Он раскрыл тайну трех карт. А теперь, вот чтобы вам было не так скучно, на полях, я как бы скажу, а вот запишите мысленно слово Сен-Жермен латинскими буквами. Ничего не заметите? У Германа есть двойник. Это святой Герман. И вы знаете, у Пушкина в повести есть такие штуки, когда она же очень маленькая, и его проза вообще очень скупая считается, да, но в этом смысле недостижимая. Он может, знаете, сказать что-то такое, а потом этими же словами, этими же словами, в другой раз то же самое сказать, и у тебя эти два персонажа, сюжета, кусочка, начинают, здесь как льдины вдруг магнитятся, и возникает смысл. Например, его интригует цифра 60 лет. 60 лет назад бабушка была в Париже. Во всей этой своей красе 60 лет назад произошло то, что произошло с Сен-Жерменом. И Сен-Жермен назван так человек почтенной наружности. Потом идет это действие, и вдруг мы видим человека, которому 60 лет, и этот человек почтенной наружности. Это кто такой еще есть в повести? У кого, кому 60, и кто почтенной наружности? Чикалинский. Вот этот, который будет метать банк. Супер, отлично. Теперь так. 60 лет назад по этой лестнице шел любовник, а я сейчас вот спускаюсь, а его любовница умерла, а кости этого любовника истлели. Опять 60 лет. Помните, это Герман, когда по лестнице от старуки уходит? Вот Пушкин чуть-чуть так прошивает, и нам дает такую, значит, штучку. Смотрите, 60, 60, это почтенной наружности. Этот с этим рифмуется. Сейчас, когда вы поймете, к чему все это приведет, вы скажете, ну, загну, ну, давайте, я немножко отойду от этого назад, мы придем чуть попозже. Значит, к чему мы там возвращаемся? Значит, вот она получила эти три карты, отыгралась, да, и дальше сразу же реакция трех людей. Первый человек что говорит? Он говорит так, случай. Сказка, заметил Герман. Может быть, порошковые карты? Сказал третий. Так, третью реакцию отметаем, как какую. Вспомним фаталист Лермонтова. Значит, сидят люди, играют в карты, и вдруг один из них говорит, надоело все это, давайте вот как, по-настоящему, беру со стены пистолет, я не знаю, заряжен он или нет, и стреляю себе бошку. Кто со мной? Давайте на вас проверим. Вот у вас вечер, гости, вдруг один из них примерно такой устраивает. Ваша реакция? Вы с ним? Конечно. Лондон, у Лондона шансов нет, просто нету, смотря сколько выпили, там даже низко, вообще в голову не придет. У них трезвый расчет банковский. Значит, смотрите, вообще нормальные люди говорят, нет, конечно, ну ты что, с ума сошел? Ну тут, конечно, есть один, который говорит, а давай, и это Печорин, главный герой романа, а давай, вот это интересно, мы же не знаем, я ставлю деньги, ты ставлю, все тут же уходят, понимаете, в какой-то круг. Точно так же Герман с Чеколинским. Помните, когда он первый раз пришел, и никто еще не понимает, что во второй раз его уже ждали, в третий раз все остановилось, потому что мощнейшая игра идет, да, Печорин ставит, в уличи стреляет себя, и тут опять у нас же, это же вероятность, 50 на 50, заряжен, значит, выстрелил, не заряжен, не выстрелил. Ну что делает Лермонтов? Он заставляет его выстрелить, пистолет, ну выстрела не происходит, он стреляет в стену и пробивает стену пулей. Он увеличивает, просто закручивает вот эту пружину исключительности произошедшего случая. Была осечка. То есть пуля была, но она, и все поражены. Вот судьба своей рукой говорит, нет, тебе еще сейчас жить. А Печорин смотрит на этого человека, он деньги отдал, вообще деньги здесь ни при чем, потому что драйв другой, он смотрит на него и говорит, ну ведь я вижу на нем печать смерти, на его лице. он ему это перед выстрелом сказал, как бы вот... Не ему, он себе. Он как бы печать... Он сказал это вслух, вот я сам это недавно прочитала, перед выстрелом человек стреляется и надеется, что это не застрелит. Да, а он такое говорит. Ну он вообще там делал много всего такого, очень, очень. Тут я с вами согласен. Вопрос. Старые воины мне говорили, что можно увидеть печать смерти на лице, но ты что, тебе 20 лет, ты откуда такое зрение имеешь, да, сверхчеловеческое? И что же происходит с Вуличем в этот же самый день? Он идет по селу, по деревне, подходит к какому-то совершенно, просто случайному человеку и говорит ему, не меня ли ты ищешь? И там курсивом написано, тебя. И человек разрубает его саблей. И Печорин, я вообще не понял, да, судьба сейчас исключительным случаем человека сохранил, сейчас она и в исключительном случае, и я это все вижу и понимаю, и как будто это вызов мне. Вот жизнь, да. Значит, от чего мы перешли так к этому делу? А вот от чего. Когда он рассказал этому Максиму Максимовичу, вернувшись, да, вот это все, Максим Максимович, простой служак, который все, он говорит, да, вот понимаешь, у этих пистолетов азиатских, курки, они такие, они могут осечку дать. Печорин интересно с ним разговаривает? Он понимает, что вот сейчас, вот тот уровень, который он хочет, это не про это. Вот может быть, это порошковые карты? Ну все, тогда, значит, пошли. Это неинтересно, да? Поэтому реакции остаются две все-таки. И это реакция про то, что нет чуда никакого. А эти две реакции очень интересные. Случай. Что сказал человек? Случай. Что-то исключительное, да, такое вот. Или так, ну, наверное, повезло. Бывает же так в картах, что прямо везет. Вот, она три раза выиграл, случай, ни о чем это не говорит. Самое интересное, что у Пушкина случай всегда орудие проведения. Человек, его персонаж, говорит случай, имея в виду фигня, а для Пушкина случай вовсе не фигня. Но он же употребил слово случай. Это же Пушкин написал слово случай. И мы стоим, опять же, в раздваивающейся штуке. Что такое случай? Случай это ничего не значит или случай это все значит? А теперь внимание, что сказал Герман? Герман сказал, сказка. Что он хотел сказать? Вранье. Сказка это вранье, не ври. Но, назвав слово сказка в системе координат Пушкина, а не Германа, это древнейший жанр, который существует в человеческой культуре для того, чтобы описать путь героя. Сказка это то, куда Герман попал, сказав слово сказка. И сказочных вещей там будет много. Давайте одну только назову. Значит, помните, когда Лиза ему сказала наконец, что он может приехать на свидание, там все расчислено буквально по календарю. Она ему говорит, в полдвенадцатого мы уезжаем, вы приходите к половине двенадцатого, дальше пройдете в эту комнату и часа в два мы вернемся. Во сколько Герман пришел? На десять, в чьем пришел. Он пришел в десять часов. Он уже стоял около дома графини. До полдвенадцатого еще полтора часа. На улице зима, мороз, метель, он стоит в одном сертуке. Внимание, вопрос. Вот это мы обсуждали с моими девятиклассниками. Просто почему без шинели, почему без верхней одежды, почему в одном сертуке? Ну а к тем, что мы обсуждали с одеждой, когда тут полно вопросов. Вот, у вас уже есть некоторый опыт, как в чужие дома проникать, чтобы не оставлять следов. Это совершенно справедливое замечание, я бы сказал. Она будет мешаться, куда он ее денет. Значит, он понимает, что ему для этого нужно терпеть. Полтора часа он стоит, я мальчишкам говорю, давайте, кто сейчас выйдет на урок, постоит просто в своей школьной форме. А как раз декабрь бы. у нас сказали, знаете что, до свидос. Значит, он стоит, ничего, держит, терпит. Дальше, дальше сказано так, можете проверить по тексту, что происходит. Наверное. Просто самоп... Самоп... Дальше, значит, они уезжают в полдвенадцатого. Он полтора часа уже стоит на морозе. Они уезжают. И дальше сказано так, швейцар запер двери, погасил свет, и все затихло. Проходит какое-то время. Герман взбегает на крыльцо, и сквозь незапертые двери, и освещенные сени входят в дом. Прямо в соседних абзацах. Он запер двери и погасил свет. И вдруг через бьет час, когда ему войти, двери оказываются открытыми, освещена прихожая, а дальше, сейчас мы это прокомментируем, может, у вас есть версии. Он проходит в этот дом, а там-то темно, и он там первый раз, он не задевая ни одной вещи, а там, помните, все уставлено какими-то штучками, дрючками, побрякушечками, да, и стульчиками, все, попробуйте там, ну, про вас я не сомневаюсь, что вы сделаете, а вот не всем, не всем, да, дальше, что он делает? Он вошел туда, и перед ним две двери. Какие? Одна к Лизе, а другая в кабинет графини. Лизина дверь левая, левая, это выигрыш или проигрыш? Выигрыш. Выигрыш. Смотря для кого. Если он игрок, выигрыш, а если он понтер, ой, этот самый, банкомет, проигрыш. А кто в этот момент, Герман? Мы не знаем, но только он посмотрел в левую дверь и сказал, моя правая и выбрал правую. Дальше внимание. Пол двенадцатого. Они в два приедут. Что он делает? Он, простоявший там полтора часа на морозе, прислоняется к холодной печке и ждет вторуху. Вообще, у него даже ничего не трепещет. Мы даже с классом вот пульс считали. Как у нас пульс, когда, значит, я говорю, а сейчас контрольная работа, повышается он или нет? Мы средний пульс класса высчитали, все. Я их спрашиваю, какой пульс у Германа? У него в этот момент шестьдесят. Потому что он вообще не волнуется. Он, у меня ощущение, что печке стало холодно рядом с ним. Он четыре с половиной часа. Ему ни в туалет не надо, ни согреться, ничего. Он ждет. Почему? Что происходит? Вот смотрите, есть как бы очень интересное объяснение, что, сказав слово сказка, он начинает действовать внутри сказки. А в сказке у нас есть интересный момент, который очень напоминает это вхождение. Некий герой подходит к некому архитектурному сооружению, и вместо того, чтобы это архитектурное сооружение просто обойти, он говорит странные слова. Избушка, избушка, повернись-ка ко мне к лесу задом. А почему? А потому, что он подошел к границе потустороннего мира. И чтобы туда попасть, он должен пройти через контрольно-пропускной пункт. Охраняет его баба-яга. Старуху помните? Это дом бабы-яги. Баба-яга, что она говорит? Фу-фу-фу, русским духом пахнет. Не смысла, что она там полунемца, полурусского, как-то унюхала. Не в этом смысле. Русский значило просто живой, потому что баба-яга мертвец. У нее нос в потолок врос, а ее дом, избушка на курьих ножках, так раньше хоронили людей. Это гроб. Это все фольклористы уже давно изучили. Это правда так. И что эта мертвая баба-яга говорит этому самому Ивану, или он ей вернее, говорит? Ты меня накорми, напои, спать положи. Это три обрядовых действия, которые его подготовят к тому, чтобы он мог действовать на той территории. Он должен поесть еды этой, он должен временно умереть, заснуть. И тогда он приобретает силу, чтобы спасти эту свою Василию Супремудру. Для кого там? Короче говоря, такое впечатление, что он входит в этот мир, через эту границу, сказочную границу. Он попадает внутрь этой самой сказки. А на нее, на эту старуху, которая, смотрите, Венера Московская, это одна проекция, которая на нее падает, а другая баба-яга, а еще есть пиковая дама, а он-то сам каков? А он-то сам у нас уже Наполеон, а еще было сказано, что у нее душа Мефистофеля, а это помните кто? А это же дьявол. А еще была интересная такая вещь, когда он пришел к старухе на похороны, священник произносил речь. Она, конечно, звучит пародийно, но у Пушкина, когда пародия, всегда настораживается, потому что там что-то проговаривается важное. Он говорит, ангел смерти забрал ее. А кто к ней пришел в этот вечер? Герман. Значит, мы Герману еще рисуем, у нас Мефистофель, у нас есть Наполеон, ничего, такой инженер себе на работу ходит, да? Значит, ангел смерти. Значит, он пришел к ней, когда наша праведница, знаем мы, какая она праведница, вот дети меня спросили, какой-то один класс был продвинут, и он спросил, а вот что это ей вдруг Сен-Жермен эти карты раскрыл? Может, они друзья? Казовья. Ага. Сейчас еще добавлю для, поняли, куда они ведут, да? Это у Чайковского у Матестов получилось так, а у Кушкина просто. Да, у Кушкина он по-мужески ей по-моему. Вот я и говорю, друзья. Но дальше, дальше ведь как интересно, смотрите. у нее четыре сына, и никому она хоть они там вообще не раскрыла, вообще никому не раскрыла. Правда, был один, кому раскрыла. Кому? Некий Чеплицкий, молодой человек, проиграл там 300 тысяч, и как-то бабушка над ним жалилась, пишет Пушкин. И как раз 360. Вот что-то он такое проиграл. Во-первых, Чеплицкого всегда путают с Чеколинским. Опять, зачем Пушкину нужно вот две одинаковых фамилии, зачем он все это двоит, да? Дети же спрашивают, а Чеплицкому почему она никому не... Вот вообще этому дала, этому дала, а этому вот. Ты не рубил, не носил. Вот почему она открыла Чеплицкому эту, значит, штуку? А ведь дальше что начинается? Герман, когда к ней проникает, он ведь начинает действовать разными стратегиями. Он что ей говорит? Жальтесь надо мной, если бы были когда-нибудь матерью, там, деда-деда-деда-деда. Потом он ей предлагает стать ее любовником. Вспоминайте про ваеризм, да? Стать ее любовником, подбиться к ней в любовники. Потом он начинает ей угрожать. У него разные стратегии есть, но любовно-эротическое там присутствует. На что он, почему он в эту точку направляет свою энергию? Откуда пришла эта вообще эротическая идея в его голову? А где? А что рассказано Румову, что говорит Венера Московская она пришла из этой истории. Эта история очень сильно подействовала на Германа, потому что он как будто бы попав в нее, во-первых, попал в прошлый век, 18 век, вот этот загадочный для него, и увидел эту женщину в ореоле вот этой самой ее какой-то энергии женской, да, вот этой красоты какой-то. А у него же огненное воображение. И когда он попадает в ней дом, он внимательно рассматривает ее портрет, молодой. Он думает о том любовнике, который шел удачливо к ней, а он уходит неудачливо. А ведь смотрите, сама графиня, она развалена, конечно, развалена, хотя вот я сегодня смотрел репетиции, надо сказать, ваши пермские графини, и это просто, я не знаю, там вот этот мотив пойдет сам попрет. И тогда что получается? У Германа в голове две, две женщины. Одна вот эта старуха, а другая та вот из этой сказки, из этой легенды, из этой второй его части огненное воображение. А Пушкин, как бы, между прочим, скажет, что у графини, помните, она должна была выехать с Лизой и там погулять куда-то, да? Ей несут чипец с лентами огненного цвета. Два раза сказано огненный, и эта ниточка вяжет Германа с этой самой старухой. Значит, ее прошлое, ее вот это... И вот теперь смотрите, самое интересное, он когда размышляет, этот же анекдот очень сильно на него подействовал, но интересно, что не на него одного. На кого еще? А там некий Нарумов есть, который тоже прореагировал на этот анекдот и говорит, как? Твоя бабушка знает три карты, и ты еще не это? Вообще это что-то. И потом мы вдруг слышим, что на следующей же странице приезжает томский бабушка и говорит, а можно я тебе тут представлю своего друга, кто начал охоту? Герману надо спешить, почему? И когда спросила Лиза, а это инженер? Нет, не инженер совсем, а что вы взяли, что это инженер? Это не Герман, он хочет представить, а кого? А Нарумова. Нарумов-то тоже уже пошел, как-то идет... Чеплицкому повезло, Чеплицкому же она открыла, значит, что-то можно с ней попытаться сделать, чтобы открыть, что может нажалось, может ей там в любовники предложить, надо пощупать это дело, да, и Нарумов, Германа надо спешить, но у Германа другая, он ушел в этот анекдот, он ходит по Петербургу, и вдруг случайно оказывается ее дома, случайно, мы знаем, что такое Пушкина, случайно, а тут от стены отделяется вот практически от этой, мой этот ученик Саша с книжкой и говорит, Сергей Владимирович, я все понял, до этого никто ничего не понимал, теперь он все понял, что он все понял, мысль его ветвилась, он меня спросил, значит, смотрите, все же помнят три карты, тройка семерых кто-то, да, помним, все помним, но ведь там была игра, там же они, значит, давайте так, куда должна лечь карта, чтобы она выиграла? для Германа, налево, значит, в первой игре налево, что легло? Тройка, а какая-то карта легла направо, и Пушкин ее называет, кто-нибудь ее помнит? Нет, во второй игре налево, кто лег, что легло? Семерка, а направо-то тоже легла, что-то, а ее тоже никто не помнит, а она же есть, а вот теперь, внимание, вам вопрос, а третья игра, туз, куда лег? туда, где выигрывает, танковец, направо-то, 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 а налево-то, направо-то. Ребята, в этом одна из фишек, туз лег налево. У Германа же была там. Стоп, подождите, если он лег налево, почему, а направо-ли? Направо легла там. О, это вы помните, а почему? Туз точно, у него легла налево, давайте зафиксируем факт, все три карты легли налево, все три карты оказались правильными, все три карты выиграли, карты выиграли, Герман проиграл, это не первая карта выиграла, вторая выиграла, а третья на тени выиграла, они все три выиграли, это как выстрел сосечка, это интереснее гораздо, тогда почему же он проиграл? ну Саша-то не про это, Саша про то, какие карты легли направо, а он говорит, а я не просто, я еще исследовал, почему они, первая карта, это пиковая девятка, почему? ну, говорю я, а я знаю, почему девятка, почему? шестерка наоборот, и вот тут Саша, значит, расхаживая на мой манер, он при этом перекрывает выход мне из класса, чтобы я не убеждал, он, значит, говорит, и это правда так, у Пушкина в некоторых частях повести начинают, знаете, вдруг клубиться одни те же слова, это всегда знак какой-то, вот, например, когда Лиза и Ерма начинают там чего-то, она трепещет, и он трепещет, она ужасается, и он ужасается, и тут ты вдруг понимаешь, что за этим одним словом скрыто две разных штуки, от чего трепещет она? От любви, от чего трепещет он? Вообще от другого, когда он ей сказал про старуху, она в ужасе, в ужасе, потому что она поняла, что и он в ужасе, а он и что в ужасе? Все, тайна ушла, и вот они сидят, слово одно, а чувств два, и вот этот Саша обнаружил, что у Пушкина в одном месте повести вдруг говорится много и часто слово угол, будущник из угольного дома сказал, ой-ё-ё, в смысле, а мне, из угольного дома сказал, а это дом графини, а Герман вернулся в свой уголок сразу же, а он стал во сне загибать углы на картах, потому что загнуть угол это еще увеличить кушку, угол, 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 угол. Он говорит, я посчитал все углы и их ровно 9. Правда, он сказал, на самом деле их 7, на одно слово треуголка. Хорошо, ладно. Так, а следующая вторая карта, валет. Ага, а валет, а валет, он говорит, а это же все понятно, она пиковая дама, он хочет подбиться к ней в любовнике, он хочет стать вот этим валетом, а он кто вообще в этой иерархии мира сейчас? Ну, он пока где-то там, даже в картах, да, он хочет прыгнуть сюда, но на самом деле он хочет-то стать. Тузом. А кто же здесь Туз? Кто здесь король и Туз? Кто она дама? Они говорят, ну, хорошо, король это тогда Сен-Жермен, который открыл ей тайну, а кто Туз? Они говорят, ну, тот, кто открыл тайну Сен-Жермену. Логично. Тот, кто вышлет эту старуху, ему и скажет, я послана к тебе. Кем она послана-то? Не Сен-Жерменом же, а может, и им? Или Тузом? Значит, кто этот Туз? И они такие, боже, кто, может, это дьявол? А может, а может быть, Христос? Мы так замерли? Не может. Кажется, это из другой вообще игры, хотя, если вы вспомните еще одну петербургскую историю, Блок прямо пишет, я явно чувствую, что должен другой идти, с большой буквы, другой, но вижу его. То есть, опять двоится страшно, да, кощунственно двоится нечто. Так я вот на этой точке вспомнил, что я бросил. Ангел смерти пришел за ней, когда она бодрствовала в ожидании жениха полуночного. Друзья мои, жених полуночный это обозначение Иисуса из притчи. И это тоже Герман. Но если, если это прочитать прямую, она ждет жениха. И вспомните, да, давайте, чтобы вот это вот с Сашей закончить. Кто туз? Они говорят так. Значит, туз это дьявол, туз это, значит, а кто сказал, туз это Пушкин, потому что он все придумал. Это он главный здесь. И тут вдруг выяснился интересная штука, что они все там метят в тузы, потому что они все хотят быть авторами. А все в какой-то момент начинают что-нибудь писать. Герман начинает писать письма. Помните, сначала он их списывал за романов, а потом он их стал писать сам. Огненное воображение ему диктовало эти слова. Или Томский, это же вообще гений, он может сплести анекдот, он может рассказать во время мазурочной болтовни, значит, историю. сама княгиня, графиня, простите, помните, она же приехала без выигрыша, без денег вернее, когда приехала отыгрываться, сплела какую-то романтическую историю. Они там все сочиняют, они все хотят прыгнуть на уровень Пушкина, не ничем получается, пусть будет. Так вот, смотрите, вот эта карта валет, с дамой сейчас разберемся. Возвращаясь к этой эротической запретной теме, она ждет жениха полуночного. Значит, ей 80 лет, но она еще не потеряла вот этот внутренний какой-то заряд. Помните, когда Лиза стала собираться гулять, она все отменила. Почему? Да у нее наряды какие? Нет, мы не едем. Почему? Вы чувствуете такую-то зависть, эту ревность к вот этой молодости? Нет, мы не едем женскую такую, да? И вот дальше, как появляется Герман? Ее раздели, все ушли, лампада горит, и она, вспомните, как она сидит, она сидит желтая с отвеслыми губами, совершенно бессмысленно что-то бормоча, она качается направо и налево. Это прямо как фараон такой, да? А теперь можете проверить. Вдруг лицо ее оживилось. Слышите, корень жив, жизнь пришла. Двоеточие. Когда стоит в русском языке двоеточие, дальше будут объяснять, почему это произошло. Перед ней стоял мужчина. Второй раз она оживилась, когда он из кармана достал пистолет. Это некий тоже символический элемент, правда, он был холостой, она этого не знала, в ее жизни были, видимо, другие мужчины. Но, в общем, идея есть, что этот Герман сам захвачен образом этой огненной московской Венеры, а Венера ведь это название богини чего? А там есть название другой богини, между которыми он выбирает. И опять двойственность у нас. У нас есть Венера, та, за которой он сейчас идет в дом, и фактически он через Лизу переступает, чтобы добраться до старухи. Помните, какой иронический эпиграф есть, да? Кажется, наш месье предпочитает камеристок, то есть служанок. Ну, понятно, они свежее, но наш-то месье что предпочитает? Кого? Вовсе не свеженькую Лизу. Ему с Лизой это что делать-то? Неинтересно. А со старухой ему что делать? А старуха, мало того, что она вот из этого прошлого века пришла, она же пришла с тайной. И вот там загадочная фраза есть. Когда он ходит по этому городу в очаровании от этого анекдота и вот эти углы там отовсюду, да, и он приходит к дому графини, сказано так, можете проверить. А что, если я приду к ней и она мне назовет свои три карты или, или, слышите, откроет свою тайну? Еще раз повторю. Знать три карты или откроет тайну? Значит, друзья мои, фишка в том, что не три карты это тайна. Если бы тайна была три карты, то тогда у нас Герман был бы вот как бы не двойственным, а однобоким. Мне надо много денег, я беру три карты, может, нарумов такой, я не знаю, да? Значит, она называет мне три карты, я выигрываю, загребаю, все не работаю, больше у меня все хорошо, уехал на Канары. Но Герман-то идет за другим. Три карты или тайна. А что такое тайна старухи? А что такое тайна старухи? Ну, почему Сен-Жермен ей открыл? В чем это так? Чем она заплатила за это? Ведь помните, он ей будет говорить? Он говорит ей вообще страшные вещи. Он ей говорит, что он готов, чтобы все его дети и внуки молились за нее. Он готов принять на себя ее тайну, если она связана с пагубой вечного блаженства, то есть, подождите, это же вот как, не знаю, колдуны должны передать кому-то, да, проклятые должны передать свое проклятие. Он готов взять проклятие на себя и на всех следующих своих потомков. Настолько сильно его это влечет. Что это за женщина, которая вот так вот всем этим рулила, была причастна к какой-то другой совершенно, как вам сказать, реальности, как будто бы, да? Он не просто игры хочет или игры для денег. Он хочет реально сейчас, держа в голове вот эту Венеру, как будто заглянуть за эту грань вот этого с помощью огненного воображения и понять, чем была тайна. И когда она умерла, его не три карты даже волнуют. А что? Он вот приблизился к этому. Чеплицкому повезло. С Сен-Жерменом у нее что-то было. И у меня могло бы быть, но не случилось и не будет никогда. И все, мне теперь и деньги-то не особо нужны. И потом, когда она им три карты дала, он же хотел, помните, как сказано, он хотел в игорных домах Парижа и Лондона вырвать у ветреной фортуны вот оно, богиня номер два. Богиня случая, богиня, связанная с выигрышем. Он все время как бы балансирует, за кем пойти? За выигрышем или за вот этой романтикой, за огненностью, да? И если вы мне скажете, что это русское, я вам скажу, что, может быть, это и есть немецкое. Мы не знаем. Давайте здесь мы будем приближаться к какому-то многоточию, потому что там еще вот этих загадок довольно много, но самая главная загадка, которая, конечно, остается, почему он проиграл. Вернее так, он же вы... Это называется специальным глаголом. Кто понимает, что произошло, если карта легла налево? Он радостно говорит, мой туз выиграл, поднимает свою карту, а там вместо туза, вот это называлось обдернуться. Это значит загадать случайно другую карту. Он был уверен, что там лежит туз, а там оказалась дама. Более того, можно даже это объяснить в стиле это порошковые карты. Раньше карты печатали на очень такой липкой бумаге, и человек мог случайно там прилепилось, это Максим Максимович нам бы все рассказал. И это неинтересно. А интересно что-то другое. Почему Чеплицкому удалось, ей удалось отыграться, а ему не удалось? Это про что тогда получается? Почему она его отвергла? Он же идет к ней с готовностью стать ее любовником, как это не дико предположить в мире реального и физическом. Он идет к ней через годы, через эти 60 лет, как будто бы, да? Может, она не хочет, чтобы он... И представляете, Чайковский сказал, что ничего тут в этой повести нет, давайте мы, чтобы он влюбился в Лизу. Ну, детский сад. Представляете, вот посмотрите сейчас на эту оперу, на этот предмет, как вот эта огненная нить связывает Германа со старухой, но не с той старухой, которая жива, а с той, которая пришла в окружении вот этих жанров, сказки, анекдота, вот этих вот... Все то, что делает огненное его воображение. Смотрите, здесь есть разные версии. Версии такие. Например, это месть старухи за то, что он... Она же ему условия поставила. Ты должен жениться на Лизе, а он про это все забыл. Тогда давайте спросим, а что она сама Лизу третировала без конца? И вдруг так озаботилась ее судьбой? Неясно. Почему? Да? Стоит ли. Да. Да. Вот мне нравится, знаете, какое объяснение этой истории? Я на нем закончу. Оно может показаться немножко таким притянутым, сложноватым. Может быть. Сейчас как изложу. Смотрите, Герман это человек, который... Мы с вами, оказываясь в этой повести, оказываемся в постоянном, как сказали исследователи, семантическом фараоне. Все время стоим в точке вот этих раздвоений. Скажите мне, пожалуйста, вот за время лекции у вас увеличился некоторый объем этой повести? Стала она для вас как-то объемнее, чем была? Да? Если я сейчас спрошу про раздвоение, будет уже проще что-то назвать, чем в начале? Мы как будто бы разглядели вот эти... И вот смотрите, так устроена жизнь. А Герман человек одной идеи. Там есть такая, прям даже на уровне эпиграфа зафиксированная особенность. Две неподвижные идеи не могут существовать вместе в одной голове. вот так устроен герман. Он мономан. У него одна идея, потом вытесняет ее вторая. И это поединок с жизнью человека, который хочет ею управлять и играть, но она оказывается сложнее, потому что он один, а она раздваивается. Он не может понять всю ее и охватить всю ее сложность, потому что он проще. Но он бросает ей вызов. Он хочет победить, и тогда она дает ему по морде. Потому что на самом же деле Герман Шулер, когда люди по-настоящему играют, они рискуют, он идет с точным знанием. Он же Шулер, вы понимаете? Он точно, он играет с Лизой. Лиза не подозревает, что она в его руках карта. Он идет играть с судьбой, и тогда судьба ему щелкает по носу, потому что не по чину берешь, что называется. И помните, там есть эпиграф в последней главе, где он проиграет? Атанды. Как вы смели сказать мне Атанды? Ваше превосходительство. Я сказал Атандес. Что это такое? Это, собственно, разговор понтера и банкомета. Атанды, это значит стоп, стоп машина, стоп игры, стоп игра. Но, и так может сказать, властный. Тот, кто в игре сейчас властный. Но их человеческая иерархия может быть другой. Это, условно говоря, какой-нибудь там, не знаю, мелкий чиновник кричит генералу Атанды. И тут, выходя из роли игрока, говорит, а вы как смели мне сказать? Тот сказал, простите, я помню свое место, Атандес, я сказал. Это как будто бы вот этот самый, как смел Герман сказать судьбе я тебя поймал за хвост. И он как раз споткнулся вот на этой маленькой случайности, вот это маленькое случай, случай орудия проведения. Ты будешь наказан за то, что ты обманываешь из-за того, что ты проще устроен. Тебе показалось, что ты своим простым устройством можешь меня поймать. Не поймаешь. И тут совсем последнее. Вот когда Герман пришел играть последний раз, все остановилось, все стали смотреть на эту сильную игру. Как только он проиграл, закричала старуха, все разошлись, и жизнь пошла своим чередом. Что означало для Пушкина в сюжете, когда в нашу обычную размеренную жизнь врывается вот таким огненным, страстным, странным вот такой герой, вот такой сюжет, такое событие. С одной стороны, обычная жизнь, она устойчива, она хорошо устроена. Это космос, это некоторое то, что должно продолжаться. И тогда случай вот этот, он ее стремится расшатать, но дальше космическое равновесие восстанавливается. Но с другой стороны, и это знали еще древние греки, существует такое состояние, такой момент в жизни человека, который называется Кайрус. Он противостоит Хронусу. Хронус – это вот текущее время. А Кайрус – это миг вашей удачи. Это был голый бог с таким чубом, который неожиданно, в секунду, который вы не знаете, пробегает мимо вас, и вы должны его схватить за этот чуб. Если схватили, ваш, не схватили, больше не побежит. И вот этот Кайрус, который нужно схватить, этот вот неожиданный такой случай, он и дает человеку ощущение жизни. А без него жизнь автоматическая. Вспомните финал этой повести. Томский женился на Полине. Как зовут Томского? – Номи Ставнина. – Написано. Она его зовет по имени, потому что она его бабушка. Он – Павел. Она его зовет Поль. Слышите? Поль женился на Полине. Игроки вернулись к своим столам. Вот эта обычная скучная жизнь потекла жизнью автоматов. И этот Саша, который душил-то меня, да, он в один из дней сказал, а я ведь нашел первую редакцию этой повести, а там же у Пушкина продолжение. Открывает мне какую-то замшелую книжку, и там действительно продолжение. Первый вариант был такой, что Герман не сошел с ума, а написано Герман женился на Шарлотте, немец на немке. Слышите как? Немец на немке, поль на Полине, игроки продолжают играть, и жизнь пошла своим чередом. И опять наша интерпретация вот этого врывания случая двоится. Это хорошо или плохо? Это дает нам ощущение жизни, или это грозит тому, что у нас является нашим порядком и условием существовании. И опять гениальность этой повести в том, что мы не знаем. Мы каждую секунду не знаем, что это было. Вот давайте мы здесь закончим как раз. Прекрасное у нас полтора часа прошли. Спасибо вам за терпение, за участие.